Это здание пустовало целых 14 лет. Теперь в селе Саламалек снова будет больница. Отделочные работы обещают закончить уже через неделю. Сегодня мы начали отделочные работы, закончим их за неделю. Отопление сделали, установили окна и двери. Все делаем по плану. Больница пришла в запустение в 2006 году. Тогда здесь было 45 коек для пациентов. Трудились около 20 медиков. Работали отделения терапии и педиатрии. Также было и свое родильное отделение. Но уже через год после реорганизации перевода врачей в центр семейной медицины здание больницы было закрыто и заброшено. Мы писали несколько проектов по реабилитации, но не могли их осуществить сами, так как наш сельский округ дотационный. Нам помогли в администрации Узгинского района. Там нам выделили 2 миллиона. Теперь после ремонта тут снова будет открыто лечебное детское отделение. А на следующий год мы выделим 400 тысяч сумм на замену крыши и озеленения и своевременную медицинскую помощь. Сегодня в сельском округе Саламалик живут 8 тысяч человек. И на всех 8 медсестер и один фельдшер. Люди с нетерпением ждут, когда больницу откроют снова. Тогда снова появятся и врачи, и можно будет рассчитывать на качественную и своевременную медицинскую помощь. Тяжелых пациентов мы сможем лечить в стационаре, а не дома, как это было во время пандемии. Все было закрыто на карантин только под ковид. А люди ведь болеют и другими заболеваниями. И беременным не придется ездить из горных деревень далеко в район. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно эту пословицу сегодня вспоминают в горном селе. Именно пандемия заставила приняться за реконструкцию заброшенной больше 10 лет назад больницы. А это значит, тут появятся и новые рабочие места для квалифицированных врачей. И люди снова, как и когда-то давно, смогут рассчитывать на их помощь. Алена Смирнова, Айден Илтур Думаматова, Бигджан Тугалбаев, Улар Кайназаров, ЛТР, Оржская область.